Продолжение следует... Что-то происходило с тобой, когда ты был в состоянии опьянения. Так вот, значит, для того, чтобы избежать этого всего, конечно, самое простое предложить – не увлекайтесь алкоголем. Ну и иногда бывает так, что, ну, разные условия. Иногда мы сталкиваемся с тем, что алкоголь не совсем правильный. То есть часто это касается каких-то отдаленных районов, паленый алкоголь приходит. И вот для того, чтобы проверить алкоголь, соответствует или не соответствует, берется блюдечко, наливается чуть-чуть этого алкоголя, режется луковица и кладется в это, скажем, блюдечко. И если у нас через 10 минут луковица потемнела или почернела, посерела, значит, алкоголь не стоит принимать. Он токсичен, ядовитый. Это самый простой способ определения того, что алкоголь не стоит принимать. Ну и случаются такие ситуации, когда человек очень прилично выпил, и нужно ему помочь хоть как-то привести его немножко в чувство. Тогда используется самое простое средство – это стакан, можно даже теплой воды и 4-5 капель нашатырного спирта на стакан. Дают человеку выпить. Конечно, иногда бывает и рвота, но зато человек быстро отрезвляется. То есть вот такой даже момент интересный. И, друзья мои, помните, что шампанское – это очень вкусно, очень хорошо. Но есть 4 продукта, которые губительно воздействуют на почки. Это холодное пиво, холодный квас, холодное шампанское и холодное молоко. Вот все это в холоде нужно избегать для того, чтобы сохранить ваши почки. И в то же время бывают случаи, когда ваш друг или знакомый перепил в компании, никогда не укладывайте его на спину, поверните на бок. Потому что сколько случаев, когда человек захлебывается тем, что выходит с тошнотой. Если человеку на следующий день достаточно плохо после алкогольного возлияния, конечно, нужно расслабить луковицу 12-перстной кишки, продавить печенку. Это облегчает однозначно состояние. И опять же, при таких состояниях полезно и выпить, может быть, стакан молока, чтобы часть токсинов нейтрализовалась. И, конечно, промыть желудок желательно бы. Я уже не говорю про промывание кишечника, это уже такое на любителя. Мы любим рыбу, но избегайте рыбу, которая имеет название масляная. Почему? Потому что ее жир очень тяжело расщепляется желчью. И вот здесь мы наблюдаем, сталкиваемся с тем, что приходят пациенты, которые покушали этой масляной рыбы, немножко, она же вкусная, чуть-чуть ее злоупотребили, и начинает болеть кишечник. И вот как бы картина острого живота, когда начинаешь выяснять, ты ел эту рыбу? Да, вот я поел, купил в магазине, достаточно она не очень дорогая. Ну, и в результате оказывается на столе, когда приходится снимать вот эту боль, напряжение, спастику, которая возникла из-за того, что рыба имеет вот такие свойства. Поэтому избегайте ее, по крайней мере, в больших количествах. Ну, в небольших количествах, может быть, за приемом общего или общий стол можно и как-то пробежать этот процесс. Ну, она вкусная. Ну, вот такая особенность. Если вы злоупотребили алкоголем, то, может быть, на следующий день постарайтесь принять натриотиосульфат. Это ампулы, которые используются для внутривенного введения, для улучшения работы печени. Но так как мы не говорим о внутривенном введении, а нужно всего-навсего, если у вас вес 70 килограмм, одна ампула, в теплую водичку ее сломать ампулу, вытряхнуть содержимое, до 70 килограмм хорошо помогает. То есть снимает интоксикацию, забирает интоксикацию из кишечника. А вот если больше 70 килограмм, 75-80 килограмм, то здесь уже две ампулы ломаются. Это для того, чтобы хорошо привести себя в нормальное состояние. И один из таких советов. Просто я рассказываю то, что часто происходит. И вот представьте, на Новый год обычно все зажигают свечи, ждут, когда куранты пробьют, президент выступит. А потом шампанское разлили, и вот выпили шампанское, торт порезали, и начинают торт кушать над тарелкой. А стоит свечка. И часто у женщин волосы налачены. И сколько случаев, когда женщина наклоняется над тарелкой, а тут свеча горит. Она же вроде не лицом, а волосами. Волос вспыхнул, и возгорание возникает. Поэтому избегайте такого явления. Итак, друзья, я надеюсь, что то, что я вам наговорил, оно вам пригодится. А не пригодится еще лучше. Итак, друзья, до встречи. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»